Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, мой сегодняшний собеседник, политолог, политтехнолог, писатель Михаил Шейтельман. Михаил, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, Вадим. А вот уже и май месяц за окном, и Путин решил поздравить с 1 мая очередными своими ракетами всех нас, воздушные силы, вооруженные силы Украины сообщили о том, что было выпущено 18 ракет, сбито 15. В очередной раз благодарим вооруженные силы Украины. Спасибо им. Да, спасибо. Я так понимаю, что есть пострадавшие на Днепропетровщине, все-таки убитых вроде бы нет пока, к счастью. Но мы не знаем, возможно, в какие-то военные цели россияне смогли попасть. Нам же сообщают только гражданские, естественно, жертвы. Поэтому, к сожалению, мы должны быть благодарны средствам ПВО, что они спасли мирных жителей, но должны переживать за наших военных, что с ними мы не знаем. По предварительной информации, был нанесен удар по Павлограду и попали в химический завод, и там довольно-таки непростая ситуация. Ну да, это понятно. Но там главное сейчас, что у нас с нашими мирными жителями. Вроде бы пока хоть фу, все более-менее. Михаил, ну, будем сегодня с вами говорить как и о политических темах, так и о темах, знаете, военного характера, но в разрезе политики. И вот что интересно. Генеральная ассамблея ООН поддержала очередную резолюцию, в которой идет речь о том, что Российская Федерация названа страной-агрессором. И за эту резолюцию проголосовали за Армения, Бразилия, Казахстан и Китай. Вот это поворот. И это, похоже, не случайный поворот такой. То есть это не какое-то недоразумение или совпадение. Там всего, кстати, против проголосовали, по-моему, четыре страны. Беларусь, Никарагуа, Сирия. А, Демократическая Республика Конго. То есть четыре, да. Четыре страны против. Ну и Россия, естественно. Вот. И вот давайте каждую из этих четырех отдельно рассматривать. Китай. Только что Си поговорил с Зеленским. Объяснили они друг другу, что Россия оккупант. Что наши отношения с Китаем, между Украиной и Китаем, строятся на основе признания друг друга территориальной целостности в рамках международных признанных границ. То есть, что мы признаем Тайвань китайским. Они признают Крым украинским. Я думаю, что с этим и связано вот это голосование. Потому что что для них страна агрессор? Смысле оккупировала чужие территории. Да, Россия оккупировала чужие территории. Это вот вам, пожалуйста, результат. Армения. Тут, я думаю, тоже один интересный нюанс. Потому что сегодня начинаются переговоры между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне об окончательном урегулировании. То есть, это пока еще не означает, что результат будет позитивным. Но, если он будет позитивным, это повернет судьбу Кавказа, повернет судьбу территории бывшего СССР, скажем так. Так что, о чем идет речь? В Вашингтоне пытаются примирить окончательно Азербайджан с Арменией. За последние несколько недель прозвучали с обеих сторон как бы несколько заявлений. Ну, то есть, точнее, по одному ключевому заявлению. А именно, Армения сказала, Пашинян, премьер-министр, что готова признать территориальную целостность Азербайджана. То есть, готова признать полностью Карабах азербайджанским. В свою очередь, президент Азербайджан Алиев заявил, что те жители, ну, те армяне, которые захотят остаться в Карабахе, они просто должны получить азербайджанское гражданство. Что логично как бы. Но, заметьте, он не сказал, что мы депортируем этих людей и так далее. То есть, вот все, кто жил в этом анклаве, который назывался Карабах, все они могут остаться в Азербайджане. То есть, похоже, они движутся к формуле. Вашингтон надеется, что удастся достичь. И, естественно, что Армения в этот момент должна проявлять лояльность Вашингтону, а не Российской Федерации. Потому что это Вашингтон может привести их к миру, сделать их страной, которая получит возможность нормально жить, нормально жить со своими соседями и с Турцией, и с Азербайджаном. Ну, а в будущем стать, видимо, частью НАТО и Евросоюза вместе уже с Грузией. То есть, Евросоюз вместе с Грузией, а НАТО вместе, возможно, и с Азербайджаном и Грузией. Вот. Это было бы хорошая новость для нас, что мы укрепили бы южный фланг войны с Российской Федерацией. Поэтому Армения вот по этой причине. Казахстан, ну, тут по многим причинам, в том числе, я думаю, сработало, что на прошлой неделе какие-то там российские политико-пропагандисты, ну, депутаты какие-то, сказали, что пора Северный Казахстан оккупировать и возвращать его в Российскую Федерацию, как они это называют. Я думаю, что на Казахстан это сильно повлияло, произвело большое впечатление. Ну, а Бразилия, все, что могут сказать, тут может быть версия под названием, что вот этот звоночек, который прозвучал в адрес товарища Лулы де Сильве, с объяснением, что он не прав, после которого он изменил свою позицию по Крыму. Возможно, там в рамках этого сказал, а теперь... Как-то так. Ну, тут про Бразилию я спекулирую, честно говоря. Ну, Китай это вишенка на торте. Это, к слову, о тех разговорах, которые велись после визита Си Цзиньпиня в Москву, переговоров с Путиным о теснейшей якобы кооперации между Китаем и Россией. Да, так непросто, понимаете. Если про Бразилию мы можем сказать, что это может быть случайностью. Ну, реально, случайностью. Не в смысле кнопку не ту нажали. А там у них свои игры, там Министерство иностранных делал то и сё. То есть это всё-таки не ключевая, да, в данной ситуации история. То Китай это ключевая история. Вот два месяца вот этих разговоров, поездок, разговоров и так далее. И вот результат этих поездок и разговоров признание Китаем, России страной агрессором. О Викторе Шандеровиче. Также хотелось с вами поговорить. Интересное дал он интервью. По сути, в рамках этого интервью и общения с коллегами-журналистами. Он отмежевался от российских военных, которые напали на Украину, говорил о том, что да, это наши ребята, но эти ребята обмануты, они несчастные, иногда убийцы даже, но они наши, это наша страна. И говорил следующее, что российский либерал с украинцем сегодняшним, это партнёры до первого поворота, до свержения Путина. И рассказывал, что в Украине всплеск нацизма наблюдается. Что это вообще было? Ну, он там обиделся на то, как комментировали его выступления предыдущие, там на него наезжали украинцы за какие-то слова. Кстати, что забавно, там наезжали-то не по делу, действительно, потому что он, ну, он же писатель-сатирик, мы понимаем, Шандерович. И он в сатирической манере, с сарказмом цитировал телеканал «Дождь», называя вот это «Наши ребята» и «Наши мальчики» или что-то такое. Но он именно цитировал телеканал «Дождь». Не он так про них говорил, он имел в виду, намекал, что вот «Дождь» вот так вот. А было воспринято в буквальном смысле, что это Шандерович там призывает за каких-то наших мальчиков, чего не было на самом деле. Но дальше он обиделся, пошло-поехало, взаимные эти самые, упреки подозрения. Ну, разгулялся Шандерович, ладно, бывает. Дальше, в чем он прав и в чем он не прав, на мой взгляд. То есть, в чем я с ним согласен, а в чем нет. Давайте не Шандеровича как личность обсуждать, а вот эту позицию, мне кажется. Потому что там все это эмоции, в них как бы копаться не хочется. Давайте разберем позиции, несколько, которые там были высказаны. Позиция по поводу того, что он написал, что он сочувствует этим самым российским призывникам, мобилизованным, потому что считает их тоже жертвами, в том числе путинского режима. Тут, мне кажется, надо смотреть на это так. Вот может ли россиянин сочувствовать этим? Да вообще любой человек. Но я, например, не сочувствую, но это мое личное дело, что я не сочувствую тому, что гибнут люди, которых призвали. Давайте мы не говорим сейчас про профессиональных военных, про вагнеровцев, про контрактников. Эти добровольно идут на смерть, их убивают, все правильно делают. Что делать с мобилизованными, как к ним относиться? Я, естественно, как житель Украины, ну, наверное, это наиболее естественно, я с радостью воспринимаю любую смерть российского военного, но даже наши военные, посмотрите, вспомните слова Арестовича, который говорит, мы не радуемся смерти этих людей. Мы просто их убиваем, но не радуемся их смерти. Поэтому тут может быть разное отношение. Тем более... Слушайте, что украинцев радуются. Да, но смотрите, это же guilty pleasure. Человек же не должен радоваться смерти другого человека, даже если вы враг. Просто мы плохие люди. Я плохой человек, я радуюсь. Я специально смотрю видео, как убивают россиян, да. Но это такое, это такая месть, тихое такое злорадство, что могу, чем могу, тем вот мщу, тем, что смотрю эти видео. Ну, потому что в бессилии, так сказать, другое что-то сделать. Вот. Но я уверен, что есть люди, и таких много, которые сочувствуют. В каком смысле сочувствуют? Вот человека убили, им жалко человека, которого убили. Такие люди есть, эмпатичные, эмпатичные люди, да. И тут вопрос такой. Тут, по-моему, позиция, которая, мне кажется, должна занимать, если человек россиянин, и он на стороне Украины в этой войне, на стороне условного мира, на стороне Украины, он должен, да, пожалуйста, он имеет право сочувствовать. Это чувство, им не прикажешь. Он имеет право сочувствовать своим соплеменникам, которые стали жертвами этой войны, но при этом должен помогать вооруженным силам Украины их уничтожать. Понимаете, это сложно. Да, ты, потому что ты понимаешь, что ты помогаешь ВСУ уничтожать этих самых россиян, ты им же сопереживаешь, их же помогаешь убивать. Это нормальная позиция, это не раздвоение, никакой двойственности здесь нет. Вопрос Сандеровича, донатит ли он на вооруженные силы Украины? Не знаю. Я знаю, что есть, давайте так, когда говорят, все россияне там такие-сякие, есть те, кто помогает вооруженным силам Украины, мы точно знаем, что, ну, Илья Пономарев, понятно, Чичваркин помогает вооруженным силам Украины, точно, да, вот прям 100%, что помогает. Насколько я понимаю, Хударковский помогает вооруженным силам Украины. Он там прямо не отвечал на вопрос, но я помню, что ему задали вопрос, он, в общем-то, косвенно ответил, что да, косвенно, нет прямых слов. И есть тысячи, а может быть десятки тысяч, а может сотни тысяч россиян, которые помогают вооруженным силам Украины. Просто среди моих знакомых есть огромное количество таких. То есть такие случаи есть. Обязаны они при этом радоваться, вот эти россияне, которых я лично знаю, которые дают деньги, привозят дроны там, что угодно. Они обязаны радоваться смерти россиян? Не обязаны. Достаточно того, что они помогают нам, правильно? А эмоции дело уже такое, личное. Вот. Теперь, а вот еще что важно здесь, важна политическая теперь позиция, которую высказал, который высказал... Шандорович. Он сказал, что мы союзники там до первого поворота. Ну, во-первых, нам союзники, сразу скажу, не те, кто против войны, а только те, кто за победу Украины. Нам союзники только те, кто считает, что нужно уничтожить всех оккупантов, вот прямо сейчас уничтожает каждого оккупанта. Вот Ходорковский нам союзник, он за то, чтобы уничтожить каждого. Но, Михаил, согласитесь, союзник до первого поворота, это, ну, так себе союзник. Объясню, в чем тут до первого поворота. Вот давайте, во-первых, разделим сначала на союзников и не союзников. Если человек просто против войны, то это нам не союзник, нам союзник тот, кто за нашу победу. Большая радость. Я не уверен, что Шандорович за нашу победу. Вот я не уверен, исходя из его слов. Я уверен, что он против войны. Я уверен, что он против путинского режима. Но я не уверен, что он за победу Украины. Я от него такого не слышал. Я от Каспарова слышал, от Ходорковского слышал. От него не слышал, что он за то, чтобы была разгромлена российская армия, уничтожена, и украинские войска освободили все территории и победно уничтожили и разбили российскую армию. Я такого от него не слышал. Поэтому я не знаю, союзник ли он нам вообще. А что касается до первого поворота, да, есть большая вероятность, это правда, что у нас, предположим, что все закончилось хорошо и мы победили в этой войне. Вот дальше взгляд на будущее России у нас будет полностью противоположный и разный с либералами российскими. Я абсолютно в этом уверен. Мы ничего не сможем с этим поделать. Вот ничего. Мы не сможем договориться. Не сможем. Я не верю, что... Вот предположим, даже либералы пришли... Предположим, либералы, самые либеральные пришли к власти в Российской Федерации. И что, украинский народ, захочет, чтобы в России было все хорошо? Ну так, ну вот честно, в душе захочет, да? Захочет, чтобы там построили замечательную сильную страну? Ну нет, конечно. Конечно, мы захотим, чтобы там была слабая, чтобы там их было много, этих стран, а не одна. Чтобы там была раздробленность, чтобы она была бедная и слабая. Потому что зачем нам сильная Россия рядом? Ах, сильная, процветающая, демократическая? Нет, мы не поверим. Мы просто не поверим. Мы против того, чтобы россиян доверяли вообще какое-то государство, правильно? Но я так уверен, что подавляющее большинство у нас будет вот так. И у нас не получится никакого сотрудничества, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. Мы можем за ними наблюдать. Нашей целью будет отбирать у них вооружение, настаивать, чтобы санкции на них оставались всегда, пока вот всегда, да? Еще десятилетиями, чтобы были санкции. Пусть они сначала за все заплатят. Не забывай о репарациях, не забывай. Да, пусть они выдадут всех военных преступников. На это у них уйдут десятилетия всех отловить. Пусть они откажутся от всех видов тяжелых вооружений и так далее. Ну, в смысле, у них надо забрать, естественно, как права войны у немцев. И вот тогда, понаблюдав за ними десятилетиями, мы сможем, возможно, изменить наше мнение в этом отношении. Как сказала Маргарет Тэтчер, заметьте, Маргарет Тэтчер в своих мемуарах, написанных уже, я не помню, наверное, в 2000-е годы. Может, в конце 90-х, может, в начале 2000-х. Писала следующее, про Германию она писала, что я была против воссоединения Германии, потому что я была против того, чтобы разрешать Германию воссоединяться. Немецкий народ развязал две мировые войны. И доверять немцам третий раз большое государство в центре Европы, я была не готова. Вот так же и мы, я думаю, мы не готовы доверять россиянам снова какое-то большое государство, да еще и с ядерным оружием, или с какими-то ракетами, или с самолетами. Нет. Давайте попробуйте сначала много маленьких стран без вооружений, естественно, с выплачиванием постоянных репараций. Тогда мы посмотрим, как бы, это называется probation, да, или как там, то есть условный срок, да, вот вам 50 лет, мы на вас посмотрим. Через 50 лет, может быть, мы вас признаем. Кто-то назовет это переходным периодом, ну. Да, 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 ну как угодно, вот. Тогда да, но через 50 лет, не через год, два, три, потому что доверять еще раз, россиянам один раз доверили ядерное оружие, все ядерное оружие Советского Союза. Они стали террористами, они угрожают саму миру, они убивают, они творят геноцид, доверять им второй раз никто не готов, просто никто не готов. Они одну просрали страну, кто сказал, что они со второй прекрасно сделают ее. Нет, конечно нет, надо проверять. Михаил, есть хорошие новости с фронта. Вооруженные силы Украины пошли в контратаку в Бахмуте, противник покинул некоторые позиции, об этом сообщает командующий восточной группировки войск Александр Сырский, чтобы продвинуться вперед, враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем, несмотря на значительные потери. В бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников, но взять город под контроль противнику не удается. Ну, возможно, это и начало нашего наступления, может нет, мы не знаем. Но вот у меня сегодня, да, появилась такая робкая надежда, что это оно, потому что я всю неделю прошлую говорил, что наше наступление начнется завтра, максимум в понедельник. И вот сегодня как раз тот самый понедельник, и хочется верить, что с 1 мая, с дня вы знаете какого, начинается наше наступление. Может быть, но тут, что я могу сказать, не знаю, хорошо, если так. Ну, я думаю, что некоторые питерцы думают, что контрнаступление украинской армии началось уже в Санкт-Петербурге. Дело в том, что под Питером подорвана опора линии электропередачи, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, взрыв прогремел на территории Гачинского района. Но я думаю, что многие скажут сейчас слава украинским партизанам. Слава украинским партизанам потому, что ЛЭП подорвали в Питере? Ну, я не уверен, что-то у меня есть сомнения. Зачем подрывать ЛЭП в Питере? Я не вижу смысла как бы. Ну, для нас. Потому что, когда в Питере подорвали вот только что, там же была большая история, что у них там сгорело, собственно, а, этот... под Питером-то. Там какой-то полигон. Я уже забыл, что это. Столько всего там горело в России, к счастью. И, по-моему, мы с вами даже это обсуждали. Да, конечно. Зимой это было, да. Да, да нет, неделю назад. Неделю назад, в смысле? Нет, неделю назад под Питером был... А, правильно, мы не знаем, что. Но неделю назад там сильно шандарахнуло. Был мощный взрыв, который... Весь город Пушкин, который в Ленинградской области, весь услышал этот взрыв. А российские власти скрывают, что это взорвалось. Потом они стали рассказывать, что это ТЭЦ взорвалась. Ну, то есть, вот там понятно. Там какой-то был действительно военный объект, судя по всему, большой. А зачем взрывать просто ЛЭП? Ну, я чуть не вижу смысла. Ночью сообщают российские СМИ, что свет отключился у всех жителей, которые получают электроэнергию от Ленинградской АЭС. Ну, это, знаете, это больше похоже на хулиганов, чем на силы спецопераций. Наши силы спецопераций успешно, вот, кстати, взорвали тут вот завод по производству реактивных систем залпового огня. А, это правда, ну, там пожар какой-то устроили. Это уже хорошие новости. А вот это ЛЭП, я что-то не верю, что это мы. Я думаю, само упало. Само упало. В Мелитополе и Бердянске тем временем на базах Вооруженных сил России прогремели взрывы. В Мелитополе зафиксировано попадание в гостиницу, где размещался личный состав противника, а в Бердянске взрывалось в аэропорту, где сосредоточились силы Вооруженных сил России. Мне вспоминается вот комментарий Натальи Гуменюк, спикера оперативного командования ЮГ, которая, комментируя вот взрывы нефтебазы в Севастополе, говорила, что это определенные, знаете, такие вот действия на пути к полной военной деоккупации Крымского полуострова. Возможно, то, что произошло и в Мелитополе, и в Бердянске, это уже элемент этого контрнаступления, о котором уже все говорят несколько месяцев подряд. Значит, ну, конечно, конечно, тут сомнений-то как раз нет, для чего это все сейчас прям делается. Тут вообще без всяких сомнений, что так как наступать мы будем там точно, ну, видимо, в нескольких направлениях будем наступать, одно из них где-то там, я не знаю где, где-то там. И, конечно, нам нужно уничтожать сейчас и в срочном порядке и личный состав, и логистику, в связи с чем, конечно, жителям оккупированных территорий надо держаться подальше от военных объектов. Это же тоже там же наши граждане. Наше военное командование сказало это про Крым, но я думаю, сейчас это точно так же относится и к Мелитополе, и к Бердянску подальше от военных российских, просто прятаться как от чумы, да, потому что мы сейчас будем по ним стрелять. И еще, кстати, обращаясь к этим гражданам, вот хочу сказать, процитировать, в смысле это не мое, естественно, обращение, а цитата, да, из того, что я прожитель Мелитополя и Бердянского, полномоченный Верховной Радой по правам человека Дмитрий Лубинец, сказал, что украинцам на оккупированных территориях нужно брать российские паспорта, чтобы выжить. То есть, если вы не можете покинуть оккупированную территорию, лучше всего покинуть сейчас оккупированную территорию, потому что будут бои, будут освобождать. Но если у вас нет возможности технической покинуть, ну почему-то, не знаю, то подчеркнул уполномоченный по правам Верховной Рады, что это не будет преступлением взять российский паспорт. Украина не расценивает это как преступление, потому что все понимают, что это безвыходность, и чтобы сохранить жизнь, чтобы обеспечить себе безопасность, поэтому он призвал соглашаться, если россияне дают, потому что это будет давление и так далее. Ну, после того, как Путин подписал указ о депортации, вы знаете, тех, кто не возьмет российский паспорт. Но это, мне кажется, правильная такая политика, то есть вот это то, что я горячо одобряю, потому что мне все время казалось сомнительным то, что можно как-то осуждать наших людей, оказавшихся в оккупации за то, что они берут паспорт. Ну а куда им деваться-то, как им жить? Ну как-то же выживать надо. Вот абсолютно правильная позиция. Да, ну она впервые озвучена. Впервые вот так артикулированно озвучена из Верховной Рады эта позиция. Это очень, по-моему, приятно, потому что это такой, знаете, суперправильный шаг в адрес наших граждан. В воскресенье многие российские паблики публиковали видео, на котором можно было видеть, как один из дрончиков так летал красиво, уверенно над Москвой. У многих это, конечно, вызвало панику. Но еще интересно то, что листовки появились с изображением Кирилла Буданова на столбах в российской столице с подписью «Наш президент». Что это за шалости, на ваш взгляд? Я думаю, это личные шалости, возможно, Буданова вполне, потому что он имеет право на такие шалости. Он так много сделал для нашей победы, для успехов наших. Поэтому я думаю, что он имеет право и на такое. Потому что против него же в России что-то в уголовное дело возбудили. А, его заочно арестовали. Поэтому пусть отрывается на россиянах. Почему нет? Я как бы вполне одобряю в этом смысле. Ну, Буданов, реагируя на это решение, сказал, мою работу и работу моей команды, значит, по достоинству оценили. Это да. Решение это оценили по достоинству. А вот то, что дальше листовки, я думаю, что это наши люди, которые там заодно такой след оставляют. Но это как банда «Черная кошка», помните? Они для форсу бандитского. Но тут действительно форс некий нужен. Слушайте, вот этих людей самая опасная работа в мире. Я сейчас имею в виду силы спецоперации. Ну, представьтесь, на чужой территории ты там должен взрывать заводы по производству РСЗО. Поэтому тут без адреналина не получится. И, конечно, это просто добавить самим себе адреналина. Пару слов скажем о папе римском Франциске. Есть информация из первых уст, из уст самого святейшего отца. Он заявил, что Ватикан причастен к секретной миротворческой миссии в Украине. Цель миссии – попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной и вернуть вывезенных в Россию украинских детей. Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, говорит Папа Римский, я ее раскрою. Об этом он сказал о Венгрии. Я напомню, что в Венгрии он встречался, общался с премьер-министром Виктором Орбаном и с представителем РПЦ, русской православной церкви в Будапеште, митрополитом Иларионом. Вот интересно, когда публично Папа Римский говорит о какой-то секретной миссии с представителями РПЦ. Что это такая за зрада по-ватикански? Во-первых, Ватикан всю войну так себя ведет. Во-вторых, зраданно, скажем так, себя ведет. Но тут главное передайте Папе Римскому, Вадим, если у вас будет возможность какая-то по вашим каналам, что вот это все, то, что он делает, это не поможет. В каком смысле? Нет, детей пусть возвращают. Мы можем обратиться в посольство Ватикана в Киеве. Детей пусть возвращают, это пожалуйста, но это не поможет снять обвинения с Путина. Не поможет. Они все сейчас, вот все эти соратники Российской Федерации, помощников много, пытаются сделать вид, что они вернули всех детей, чтобы с Путина снять обвинение и, соответственно, отозвать ордер суда, ГАГского трибунала. Но есть секрет простой, в правосудии есть такой секрет, что если человек совершил преступление, и есть доказательство этого преступления, то то, что кто-то отмотал, дал заднюю, как говорит Захарова, это ничего не означает. Если человек похитил ребенка, потребовал выкуп, то вот это совершенно преступление. Называется похищение ребенка с требованием выкупа. И если он потом даже ребенка вернул, это не означает, что он не преступник. Его разыскивать будут точно так же за то же самое преступление, если он подбросил ребенка обратно. Вот это то, что они сейчас пытаются сделать. Вот Венедиктов рассказывает, что он с Песковым этим занимается, что ему Песков страшно помогает возвращать детей. Венедиктов зачем это рассказывает? Тоже говорит, мы уже треть детей вернули, треть, вот уже две тысячи вернули и шести тысяч. Потом они доложат, что шесть тысяч вернули, потом Венедиктов вот увидите, поедет в ГАГу, в суд. Он поедет рассказывать, что надо с Путина снять обвинение и так далее. Все это будет. Тем же самым занимается Папа Римский. Это их взволновало по-настоящему. Понимаете, этот ордер им, конечно, поперек горла-то встал. Потому что, смотрите, вот то, что, кстати, я думаю, то, с чего мы начали, это голосование в ООН, я думаю, что одно из последствий, то есть это голосование является одним из последствий этого самого ордера. Потому что Путин изгой, Путин преступник. Никто не хочет его поддерживать больше в ООН. К тому же как? Он больше не приедет к нам, называется. Но он же к нам, мы же его больше никогда не увидим. Понимаете, раньше было как? Путин, может быть, изгой, конечно, все такое, но завтра он приедет, спросит, а что это вы голосовали против нас? Что это вы нас подозвали? А тут, может, не приедет, все, до свидания. Вот в ООН, в ЮАР он уже не поедет. В ЮАР уже не поедет, да? В ЮАР уже не поедет. Уже там было насчет того, что он по ЗУМу выступит. Так правильно, да, по ЗУМу пусть везде и выступает. По ЗУМу. ЮАР ему предложил. Он уже и в Турцию не поехал, хотя Турция, как я помню, не ратифицировала римский статут. Ну, знаете, сегодня не ратифицировал, завтра скажут, что, ну да, мы, конечно, не ратифицировали, но мы решили помочь римскому статуту добровольно, нас там все-таки, это же общие гуманитарные вещи. А ЮАР вчера, вчера предложила Путину выступать по ЗУМу. И это правильно, потому что вы видели, что он даже в Москве выступает по ЗУМу, он на колесиках такой, вот этот плоский телевизор на колесиках, его возят по Москве, и когда нужно там поприветствовать строителей метро, его привозят плоский телевизор, на нем Путин, он там выступает. Вот, я думаю, в ЮАР тоже будут катать Путина плоского на колесиках, вполне это сойдет за Путина. Вот, поэтому он теперь больше никто в мире, раз его никуда не пускают, он кому теперь нужен. И вот это их волнует, они очень хотят снять этот ордер, но не получится у них этого сделать, конечно. Знаете, что самое интересное, что об этом Папа Римский Франциско говорил, после того, как он в Ватикане встречался с премьер-министром Украины, Денисом Шмыгалем, и также, ну, с представителями украинской делегации, я думаю, что ему должны были объяснить реально, что происходит, но складывается впечатление, что Ватикан, Святой Престол продолжает вот исповедовать вот эту политику всяческого отбеливания Путина. Ну, когда я ему говорил, это украинская делегация, ну да, он, наверное, не поверил, да, продолжает, естественно, это правда. Вот эти все попытки Папы Римского рассказывать, что обе стороны там, ну, он все время пытается уравнять стороны войны, да. Он же, вот Ватикан же не проголосовал за то, что это российская агрессия. Я понимаю, что Ватикан не член ООН, но, хоть посольство и есть, но он же, по-моему, не член ООН, насколько я помню. Нет, нет. Вот, но это самое. Но, да, пытается, пытается всеми силами, это правда. Ну, что поделать? Ну, такие они. Вот, кстати, слава богу, против патриарха этого Гундяева в российского наконец-то хоть кто-то, знаете, ввел санкции, Чехия ввела санкции. Поэтому в Венгрии еще можно встречаться с кем-то, а в Чехии уже нельзя, уже они преступники. Решила, кстати, о себе напомнить и фрау Меркель, бывшая канцлера Германии. Она призвала не исключать возможность переговоров между Украиной и Россией. Процитирую фрау Меркель. Мне было бы важно, чтобы мы не смотрели слишком узко. Если кто-то, как бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности, говорит, что нужно подумать о возможности переговоров, не нужно сразу шипеть. Нужно, чтобы люди, обеспокоенные тем, как все завершится, могли высказаться. Не все они поддакивают Путина. Ну, знаете, это все, конечно, хорошо уже, говорите о посля, но если бы фрау Меркель в 2008 году вместе со своим дружком Саркози не препятствовала предоставлению Украины и плану действий по членству НАТО, то всего бы этого, скорее всего, бы и не было. Не, вы знаете, задним умом мы все сильны, но это задним умом. Давайте обсуждать сегодняшнюю позицию. Потому что вот задний, знаете, в 2008 году Меркель не способствовала и так далее. В 2008 году Украина еще не знала, что она за страна. Потому что, например, в 2014, когда напали на Крым, то кто-то сопротивлялся? Нет, правильно? Поэтому, если никто не спротивлялся, когда напали на Крым и отнимали Крым, то почему Германия должна была бы в этот момент защищать этот самый Крым, да? То есть, если бы Украина была в составе НАТО. Поэтому здесь скользкий момент. Вот это требовать в 2008 году от Меркель знать, что в 2022 начнется война в результате каких-то действий, это не совсем, мне кажется, разумно. Украина доказала себя, только вот начав воевать на Донбассе. Доказала, что она может быть частью того мира, как бы и не сейчас, а тогда, в 2014 году, имеется в виду, доказала, что Украина способна спротивляться. И вот тогда уже понятно, почему, с этого момента понятно, почему Украина получила моральное право вступать в НАТО в полном объеме, доказав себя, сказав, нет, мы вот такие. Но давайте возьмем сегодняшнюю позицию Меркель. Как там, говорит, не надо шипеть, значит, на это. А, узко смотреть не надо. Вот это, по-моему, явная провокация, потому что песня «Я узкий», знаете, есть такая Россия пародия на «Я русский», «Я узкий», это вот оттуда из этого всего дует полный ветер. А главное, она оправдывает Ишингера. Заметьте, да, вот она говорит, Ишингер, не надо на него шипеть. Кто такой Ишингер? Надо ли на него шипеть? Рассказываю. Ишингер – бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, прошлый. Нынешний, кстати, наш большой союзник и друг, а прошлым был Ишингер. И Ишингер, я пока сначала начну издалека, в 2020 году была Мюнхенская конференция, она каждый год проходит, он многие годы ее председатель. В 2020 году, прямо перед ковидом, проходила Мюнхенская конференция по безопасности. На сайте этой конференции появился мирный план по Украине, который написан был двумя какими-то неизвестными европейскими сингтенками, ну, то есть малоизвестными, российским каким-то институтом московским, и, собственно, Мюнхенской конференцией. Одним из главных авторов числился сам Ишингер, а еще пара коллаборантов из Украины, которые, я надеюсь, сейчас уже считаются коллаборантами, а в тот момент считались у нас политиками. Были авторами этого плана. Ну, там много авторов. Появляется на сайте план. В этом плане, в частности, дважды сказано вначале, в преамбуле, что надо решить вопрос по Крыму, а дальше слово Крым вообще не упомянуто ни разу. Просто ни разу не упомянуто. Но дальше написано, надо постепенно снимать санкции с Российской Федерации. То есть, как бы, идея была в чем? Санкции снимаются, ну, Донбасс решается вот так, санкции снимаются, а Крым, как бы, все остается в России. Понимаете? И еще одним важным пунктом этого плана, там 12 шагов было, прям как у китайцев, было следующее. Это план Ишингера, напомню, на которого не надо шипеть. Было следующее, что надо в Украине, включив все слои, значит, украинского общества, видимо, Медведчук имелся в виду, провести самую широкую дискуссию о новой национальной идентификации украинского государства с учетом интересов Российской Федерации. Повторяете себе? Да, 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 вот так. Переосмыслить украинский государство с учетом интересов соседей, написано, Польша, Венгрия и Российской Федерации. Вот такой был план Ишингера. Был страшный скандал, украинская делегация отказалась ехать на Медведчукскую конференцию, Ишингер стал оправдываться, сказал, что нет, он там подписался, но это не материал конференции, снял это, хотя там ставил логотип конференции, снял это с сайта, украинская делегация после этого согласилась ехать, а когда украинская делегация закончила свою работу и уехала, материал вернулся на сайт. Понимаете? То есть это все-таки было, да, 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 был страшный скандал на эту тему. Это и шрам на Форстке, если честно. И была другая работа, где Ишингер прямо тоже перечислял список оккупированных Россией территорий, типа Транс-Истрия, Абхазия, Южная Осетия, Донбасс, а Крыма не было. Не было. То есть он всеми силами пытался подарить Крым Украине, работал явно на Российскую Федерацию в этом смысле. И вот сейчас Ишингер смеет снова представлять какие-то... Он не представил мирный план, он сказал, надо создать рабочую группу, потому что, внимание, он говорит, да, но он же сейчас перекрашенный, он же не может идти против всей общего мира, он не может против всего мира один быть. Да, говорит, нужно военно помогать военным путем Украине, нужно помогать финансово Украине, но нужна и рабочая группа, которая бы учла интересы вот того, что в Америке раздаются голоса в пользу мира, в Германии, надо это тоже учесть. Да, мы не должны сейчас заставлять Украину садиться за стол переговоров, то есть сейчас не должны. И он пытается, значит, он говорит, вот есть Рамштайн, который военный вопрос решает, а нужен такой же Рамштайн, только второй, где будет про мир с Россией. Мне вот интересно, в этом мирном плане, на который не надо шипеть, там будет пункт, что Россия должна себя переосмыслить с учетом интересов Украины. Вот будет такой пункт или нет? Пусть это скажет товарищ Ишингерс, сначала, а потом мы перестанем на него шипеть. Я думаю, самое время пошипеть на него, потому что сначала он должен объясниться за прошлое, а потом, раз он такое написал тогда, пусть симметрично и напишет про Россию сейчас. Ну, возможно, я позволил себе достаточно эмоционально отреагировать на слова фрау Меркель, но давайте мы поговорим о том, как отреагировали в офисе президента. Это куда важнее. Михаил Подоляк в своем твиттере написал, что своими действиями и Меркель не только не остановила агрессию России в Украине, но и поставила Европу в тотальную зависимость от российских энергоносителей. Я сделала все, чтобы Россия не начала войну и поэтому получила российский дешевый газ. Фантастика, ведь война не началась, правда? Риторически спрашивает Подоляк, не все миротворцы мыслят по-путински. Один вопрос, переговоры о чем вы хотите? Опять о дешевом газе от России, но обязательно ли это должно быть ценой разрушенных территорий Украины и сотен тысяч невинных украинских жизней? И главное, с кем? Вот здесь, да, смотрите, давайте так, я все время считаю, что, мне кажется, судить прошлое, исходя из сегодняшнего дня, это очень такой себе прием. Почему? Ну, потому что, ну, кто-то, все прям такие умные, что все все знали в 2008 году или в 2010. Ну, нет. Мне так кажется, по крайней мере. Возможно, я ошибаюсь. Вот. Поэтому судить сегодня, из сегодняшнего дня поступки политиков прошлого, так сказать, ну, это как, как говорится, пинать мертвого льва. Меркель уже в отставке, все как бы, чего ж там, чего ж там. Наши президенты и не один. Сидели рядом с Меркель? Сидели. Подписывали вместе бумаги? Подписывали. Сидел там Порошенко? Подписывал? Подписывал. Демократический избранный президент? Демократический. Президент Зеленский сидел вместе с Меркель в нормандском формате? Сидел. Не сказали же, нет, мы с Меркель не будем, потому что она газом с Россией торгует. Поэтому, если Меркель тогда обязана была что-то предвидеть, то и наши обязаны были тогда что-то предвидеть. Поэтому, знаете, мне кажется, это все вот про прошлое не надо. Про сегодняшнее? Сегодняшние призывы, безусловно, на руку Москве, и мы должны их полностью отвергать. Вот и все. Это сегодняшнее. А в прошлое я бы не лез, это очень по-российски лезть в прошлое и говорить, а вот они тогда, то, сё, то. Ну, помнится, что уже бывший президент Чехии, Милош Земен, в конце своей президентской каденции, ну, признал ошибку и говорил о том, что да, по поводу Путина я ошибся и был неправ, о том, как выстраивались наши чешско-российские отношения. Земен, извините, сказал, что Крым надо, что он Крым пытался отдать, поэтому ему было за что извиняться. Меркель не предлагала никому Крым отдать, а все-таки вводила санкции какие-никакие. Там слабые санкции, ну, ребят, а мы вообще Крым не защитили. К нам такие же претензии, тоже большие, правильно? Вот. Поэтому Земен-то уж совсем был на стороне Путина, естественно, поэтому ему прям, ему было бы очень плохо, если бы он не извинился, он бы вошел в историю как соратник Путина, что после 24 февраля, конечно, омыть себя, покрыть себя позором, да, не смываем. По поводу Павла Губарева есть еще инфа, так называемый народный губернатор Донбасса Павел Губарев был и есть, к сожалению, такой открыто признал, что его супруга Екатерина организовала похищение и убийство людей, которые выходили на проукраинские митинги в Каховке. Вот что это за явка с повинной? Ничего себе новости, не знаю даже. Но, видимо, они гордятся этим, они же этим гордятся, я думаю, так, это же достижение, так понимаю, что ему за это медаль могут дать или его жить. Его же супруга была, по-моему, заместителем Гауляйтера в Херсусской области. Да, поэтому это же как бы подвиг, может он хочет медаль, орден, там, не знаю, звание героя России для супруги хочет получить, поэтому это у них достижение, это у них достижение, это же не то, что надо скрывать. Я думаю, что как-то так, я других версий не вижу. И по поводу нашего украинского контрнаступления, да, действительно, это тема номер один. Вот издание The Times пишет о том, что Украина не готова к своему большому наступлению, но нет другого выбора у вооруженных сил Украины. Британские офицеры, с которыми пообщалось издание, заявили, что у Киева нынешняя ситуация, нет выбора, атаковать придется в любом случае, поскольку, чтобы сохранить поддержку Запада, Украина должна продемонстрировать успех президента Чехии, действующий Петр Павел, сказал, что в Украине ощущается критическая нехватка боеприпасов, которые необходимы для начала контрнаступления. По поводу Петра Павла, все мы помним, что он посетил и Киев, и город Днепр, и встречался с Зеленским. Я думаю, что он прекрасно понимает ту ситуацию, обстановку, в которой находятся вооруженные силы Украины. Ну, Петру Павлу, тем более, что он бывший натовский генерал, виднее, конечно, чем кому-то еще. И раз он говорит, он добивается, чтобы нам поставили больше наряда. Смотрите, для наступления снарядов много не бывает. Нам их нужно очень много, это очевидно. Я думаю, что это основная причина, по которой наступление еще не началось. Может быть, там погодные условия, я просто не знаю про это, не разбираюсь, как погода влияет. Но очевидно, что последние пакеты помощи американской были исключительно с нашей снаряды, значит. Очевидно, что вот эта коалиция европейская по поставке миллиона снарядов, это тоже нужно, чтобы нам начать это наступление. Может быть, мы его и не начинаем только из-за этого. Великобритания, если верить, британская пресса должна там закупить необходимые боеприпасы. Да, 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 но слушайте, ну это должны быть миллионы, миллионы боеприпасов, для того, я сейчас про артиллерию, для того, чтобы начинать такое масштабное наступление. Есть ли они у нас? Естественно, что я-то не знаю ничего про это, сколько их у нас. Но много раз все говорили, что их недостаточно, и может быть, мы из-за этого и не начинаем, потому что начать, не будучи готовым, это лучше не начинать, называется. Ну что же, Михаил, будем завершать. Огромное вам спасибо за этот разговор. Михаил Шейтельман, политолог, политтехнолог и писатель, был сегодня вместе с нами на Политек, открыл вот эту информационную неделю. Спасибо вам, спасибо всем нашим зрителям. Берегите себя, услышимся и увидимся. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok